Добрый вечер. Всех приветствую. С наступающим праздником Wall Street Online каждую пятницу в 20.00 по той же самой ссылке. И она не меняется уже три года. Поэтому можете ее сохранить и даже если попала спам-рассылка, проходите в 20.00 в пятницу и попадаете на Wall Street Online. Так, ну по традиции сейчас мы разберемся с новостями. И самое интересное, что нас тревожило на этой неделе, это фомка. И она была волатильной, но хочу заметить, чтобы обратить внимание, где там есть напишник. Раньше сессию, на которой была фомка, можно было выделить сразу из всего потока профилей. Как видите, ни объема, ни супер волатильности, то есть никаких реверсивных действий сессия не создала. И, как видите, S&P ползет в 2100. На следующей неделе глухой звук. Ну, в принципе, он... Микрофон вроде нормальный. Значит, по штатам... Джоблес Клеймс в четверг. И, в принципе, из таких уж важных больше ничего и нет. Но! Но-но-но! На следующей неделе у нас, получается, понедельник будет такой... Полурабочий. И... В Индии начинается вторник фестиваль Джаянти. Вот. И самое главное на следующей неделе, это решение по процентной ставке в Евросоюз в среду. То есть, именно в среду. Те, кто любит прокатиться на... На... Супер волатильности. На всяких таких движениях. Резких на рынке. И это вот, пожалуйста, в среду, потом после Евросектора по процентной ставке. Решение по процентной ставке Канада. И самое интересное, что аналитики уже планируют, что ее повысит на 0.25. То есть, буквально недавно вроде снизили. И тут снова возвращают обратно. Поэтому вот в среду будет весь концерт, собственно. Так что, за... Пишите где-то или в смартфон там напоминание поставьте, не пропустите с 1. Вот. Так. Ну, в принципе, что там еще? Четверг. Ну, базовый индекс потребительских цен. В общем, сколько тища и ничего интересного. А, еще в среду Китай по ВВП отчитается. И, в принципе, ждут, что он выйдет хуже прогноза. Квартальный и годовой отчет по ВВП. Ну, в общем, все. Внимание, в среду. Так. Ну, такой как бы условный конкурс. Состязание за первое место на CME и на FORCE. Давайте посмотрим. Я, честно, даже не смотрел еще. Кто там у нас? Выбираем CME. Звук не гуд. Так. Раз, два, три. Так. Ну, микрофон, как обычно, плохо работает. Ну, ничего страшного. Так. Ну, давайте посмотрим, кто нас лидирует. И... Так. Вот это надо немножко сдвинуть, чтобы было видно процентаж. Вот так вот. Значит, первое место у нас занял пират 98. Человек буквально недавно в коллективе, в комьюнити. Но уже делает хорошие такие успехи. Всего 270 сделок, что не является хорошо. Из них всего лишь 16 плюсовые. И... И это принесло ему вот столько вот прибыли. Второе место наш ветеран Карлос. Вот. Трейдер тоже где-то с осени. Плотно занимается изучением стратегии, тактик. Здесь серийность, конечно, идеальная, можно сказать. Почти 100 сделок, из них 70 плюсовые. Вот. Поэтому заслужено второе место. Третье место надо будет посмотреть, что там за сделки. Вторая 98. Второй счет. Третье место занял. Ну, вот так вот, в общем. Ганди. Две сделки этого хватило. Ровно 1900%. Слишком как-то ровно, вам не кажется? А, вот, кстати, пират пишет в чате. Так, потом идет Трейдер Ист. Неправильно у вас Follow Desk, пишет пират. Кстати, на всякий случай, да, а что там? Ну, вот, перезагрузил. Ладно, потом разберемся, что там не так. Все равно еще не финишная Сабина. Я так понимаю, это оба ее, да, аккаунты одинаковые. Два счета. Забронировала пятое, шестое место. Тоже неплохая серийность. 88 сделок, 65 плюсовые. Поддержать. Оба счета идут в хорошем плюсике. Команда-то, конечно, такая первая десятка просто. Так, потом идет Вода. Тоже хорошая серийность. 13 сделок, 11 плюсовые. Мне вот, на самом деле, в рейтинге трейдеров даже не процентов, ну, интересно. А вот, насколько точно человек заходит, насколько четко он понимает, где делать сделки, и где закрывать, и вот, серийность, это важно. Бурзум NRN. Так, девятое место. Не знаю. Серийность 50-50, но все равно есть почти 700 проциков есть за этот совсем короткий период. Ну, и в тоже ветеран SkyOne. Как-то нашкрябал 666 процентов. Вот. Сцены тоже молодцы, чуть меньше заработали, но все равно в плюсике. Ну, давайте посмотрим Air Force. Так, по бирже Force. Вот, видишь, пирата, ты говоришь, неправильно рассчитает. За твоими сделками уже даже посматривают. Stone Hard, первое место, видно, еще открыто, либо закрыл. Надо будет проверить, потому что не указывается на закрытой позиции. Второе место, Randru. Вот такой вот. У нас есть трейдер, 12 сделок, 12. Тоже, кстати, что-то здесь не так считается. А. 12 тысяч сделок. И здесь, скорее всего, ух ты ж. Ой, 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 там очень много сделок. А что там происходит? Что там происходит? сделано. Так, ну не знаю, вранд.рус это скорее всего тестовый счет и... А, я помню, да, там какое-то сумасшедшее количество сделок. Так, Гандиев еще не закрыл. Вот. Квазар, три сделочки. Ой, здесь надо подвинуть чуть-чуть эти... Почему-то не адаптивные колонки. Фин. Стажируется и достаточно четко идет, уверенно. Еще даже профкурс не закончился, но вот серийность видите сами. Серьезный подход. Человек-скалар. Если открыл позицию, то никаких эмоций. Там чуть-чуть маленькие недоработки, но их можно искоренить. На шестом месте Макс, тоже хорошая серийность. Псета сделок 40 плюсовые. Трейдеров, у которых нет никнейма, отображаются какие-то буквы и цифры, мы не учитываем рейтинги. СРС, тоже хорошая серийность. Неплохо. А вот Катапульт 3, каким-то образом куча сделок убыточных, но все равно заработал. И десятый дизель. 7 сделок. Ну, в общем, вот такой вот рейтинг. Буквально там на РТСе, давайте посмотрим на этой неделе, кто самые крутые сделки открыл и пойдем проводить обзор. И так, мистер Рикс занял первое место, никого не пускает. Сергей 343 по чуть-чуть и карабкался до самой вершины. Честно, ну вот как можно было здесь все зафиксировать, я не знаю. Так, Риксос стажируется еще. Чуть-чуть эмоций убрать и, в принципе, будет толк. Так, вот сюда даже боюсь нажимать. Там, наверное, очень большое количество сделок. Здесь тоже. Так, вот, собственно, Финк. Вот, смотрите, аккуратненько зашел, причем по делу. И сопровождал даже. Так, трейдеры без никнейма. Танкориди. Вообще стиль поменял как-то. Стал меньше открывать. Бостон тоже, вот, 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 стажируется, если не ошибаюсь. И вот здесь как-то, а здесь без убыток сработал. Да, да, да. Ну, 138 пипсов отлично. Ну, все, кто на закупках были, те, в принципе, протащили как-то прибыль. А те, кто был в продажах, те, собственно, не дошли до финиша. И причем я выписал прошлый опрос, который мы проводили, какой будет динамика на индексе РТС. 30% проголосовали, что будет рост. И 50% проголосовали, что будет на РТСе шорт. 21% или 22% это боковик, остальные в кэше. Вот. Толпа, получается, 57% решила, что будет шорт. И кто-то в чате написал, значит, будут покупки. Сейчас у нас результаты, не знаю, видно вам или нет, 38% на покупку по РТС на следующей неделе и 45% на продажу. 33% вот такие вот голосования. Так, кадавр. Вот, одну сделочку открыл и все, успокоился. Так, двину тут, накосячил с покупкой. Посмотрим, как разберется. У нас в следующей неделе там на кориде. Аккуратненькие сделочки. Жмурик, тоже короткая позиция. Никола. Вот какой-то трейдер появился от Джона. И видите, все остальные уже ушли, пошли вот эти реальные счета. А потом после них и подрицатели. На еврике посмотрим, как справились. И на S&P. Нет, это не конкурс. Здесь трейдеры, кто тренируется, кто отрабатывает какие-то стратегии новые. В общем, публичный рейтинг. То есть, в принципе, можно видеть сделки трейдеров, которые публично торгуют фактически. То есть, показывают свои сделки. Вот. Где открываются, где ставят приказы, лимитники. И очень достаточно помогает тем, кто только начинает. так вот, собственно, наш герой. Пират 98. Я думаю, здесь все понятно. Действительно. И заслуженно. Так, Юра. Тоже у нас с сильным характером, спокойным, без особых резких движений. Закрыл шорт. И потом, почему-то полез в покупку. Ну, без косяков. Профи-15 закрыл покупку. Тотайдербезивный пил лот. Ой, я так не люблю такие сделки. Милк. Или Мик. Майк. Мик. Тоже не так достаточно технично шортил всю неделю. Сардоникс. Какая вот алмазная юлиерная покупочка на самая рисковая точка. Сейсин. Драгон. И наша принцесса Сабина. Вот такая продажа у нее была затяжная. Так. Ну, и Санпушку еще и все. Пойдем на обзор. Так. Так. 47% уже за продажи. Вода держит покупку еще в 100 недель или даже поздно. Так что у него там надолго открыта позиция, я так понимаю. Мистер Патата Хэд вышел, потом психанул, зашел на продажу. Такие сделки рисковые достаточно. Ммм. Ммм. Вот да. Вот это герой наш Василий. Рубанул так СНП вчера. Алмазненько. Наверно первое место я бы ему отдал за эту неделю по СНП. И вот так зайти и вот так вот выйти. Ну, у него опыта дольше всех в этом объемном анализе. Можно и так заходить. Все. Одна сделка. Смотрите. Больше ничего не надо. 52 пипса взял на 80 контрактах. Это 52 тысячи баксов. Так. Ром. Ром. Покупочка открытая. Стоит стоплосик. Все положено по правилам. Михалыч. 20 пипсов. Где-то на неделю. Рубанул. И все. Да. Вот здесь была такая стрёмненькая покупочка. Ладно. Все. Идем. Посмотрим, что там натворили участники рынка. Итак. СНП. Значит. Все. Мы уже отцепили мартский контракт. Анализируем чисто текущий. И выделим сразу уровень 2053. Тактически важный уровень поддержки. Фактически дно текущего контракта. И пока его не пробьют. Еще есть надежда на рост. А в принципе я думаю СНП особо просить не надо. Он сам пойдет на может 2300. Я помню осенью кто-то говорил. Мы обсуждали даже этот вопрос. Что слухи ходят, что СНП дойдет до 2300. Его будет пик. Инсайд Сволл Стрит просочился на наш обзор Wall Street Online. Так. Раз, два, три, четыре сессии. Собрали всех селлеров. Всех которые здесь зашли просто от линии сопротивления. Тех которые заходили так. Собрали. Ну в общем поработали. Целую неделю работали. Поэтому вот этот локейшн. Если не пробьют на следующей неделе. То наверное с него они снова пойдут. На. Все. Вверх. Или так. И так. Вот в чем проблема технического анализа. Что в эту линию можно начертить как угодно. Так. Ну в общем. Самый такой интересный уровень в следующей неделе это конечно 269. А. Ставку не повысят. Я думаю еще. Ставку наверное начнет повышать. Незадолго до ухода Барака Обамы с поста. Когда весь аппарат будет уходить. Э. 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 Пожалуйста. 2100-21005. Вот. Нацелились. Но. Друзья хочу заметить что. Э. 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 вот это все ликвидность сейчас и создают смотрите 12 часов 20 минут по Чикаго а там всего лишь полмиллиона оборотов и какие ровные сессии чуть ли не на друг друга похожи по высоте даже рейндж, движение, волатильность и объем даже видите 930 32 тысячи тут 32 тысячи вот то есть ровно по ликвидности так что если пробит на следующей неделе точно не в понедельник либо во вторник а вероятнее всего это в среду потому что там будет и по евро центробанк и евросектору процентная ставка и по Канаде так текущий контракт сейчас таких гиперагрессивных дельт на этом контракте почему то еще ну кроме старта там первых продаж не было эти покупки идут в ответ на отрицательные дельты ну куда это годится то есть сомнения есть но если не повысить процентную ставку не повысить процентную ставку наверное дальше будет толкать то есть локомотив под названием мыльный пузырь финансовый так S&P открытый интерес тоже не блещет особо активностью просто стандартная активность и даже чуть чуть снижается давайте выделим спекулятивные уровни более точно на этой неделе которая закончилась чтобы с ними поработать на следующем так ну вот эта жуть которая произошла мы учитываем как индикаторный диапазон то есть покупатели должны четко не пустить на следующей неделе за 2048 котировку ну что вот этот гэп псевдогэп он есть и его не закрыли то есть ну это активность байера поэтому процентом соотношения предложения покупок вполне реальность так ядро текущей недели это 2071 2078 потом жуткие байеры загрузились на 84 85 вот здесь вот на макушке мы это заберем и совместим с уровнем 284 и 288 это текущая сессия на открытии они там порядка 100 или 96000 контактов кинули и все и обратите внимание какая сегодня реально просто вот никаких людей там даже не было смотрите ровная ликвидность потихонечку сползала вот так как подлинничку на артесе сейчас мы еще посмотрим тоже заметите достаточно такая сомнительная формация в общем в идеале самый идеальный сценарий это среда не среда но байеры не пустят ниже ядра недели то есть в этом диапазоне может и будут баталии но не пустят тогда есть шансы на север как только уходит ниже 2065 вот этот диапазон ну уже опасно торговать именно искать покупки лучше быть в кэше и следить на предмет появления ликвидности которая начнет собственно индекс толкать на север в противном случае если до конца недели там ближе к 50 и 60 закроется в следующей неделе то похоже что со спросом уже беда и до конца контракта может даже прокатимся на каком-то шарте затяженном вот а так в принципе вся неделя на покупках и очень достаточно уверенно вот по СНП такие прогнозы вот вроде и покупать на максимуме контракты неохота но они же так идут специально что без коррекции без ничего просто что никто не зашел это у них такая тема уже вторую весну посмотрите на истории прошлую весну как они торговались у них простой был способ стоят потом просто так бух снова стоят бух все не коррекция ничего просто пол контракта так так а это у нас дакс и у него похоже гипер просто много причин продолжать рост ядро формируется вернее даже сформировалась 12126 с 920 даже чуть не 11 900 мы его выделяем в качестве основной поддержки и тактически на него ориентир даже вот самый свежий участок это текущая неделя плюс часть прошлой это самый свежий уровень поддержки поэтому 12 по 12125 это ну могут отрабатывать но пощупать здесь на предмет возможной поддержки было бы тактически неплохо и даже как хороший вход нереально так движение на север прямо на максимуме всего контракта они здесь спокойно удерживают цену то есть байеры здесь цену удерживают поэтому его мы не можем пока выделить в качестве сопротивления так как он не создал никаких селеры не могут даже котировку развернуть хотя бы там на пол на пол сессии откорректировать причем обратите внимание насколько перекрываются сессии еще чуть-чуть и просто был бы гэп а это уже о многом говорит тоже ровная ликвидность как будто на роботах ведь все рынки сейчас работают FESX идеально скорее всего у них закончилась фантазия на счет алгоритмов роботизированных систем все да все просто линейку нет слов честно так так такой вот массивный участок 3626 3658 из четырех сессий в качестве поддержки и второго уровня поддержка это вот три сессии 3689 302 ну в общем то будет жутко круто если будут даже этот уровень сильно защищать то есть это достаточно мощный признак того что спрос высокий и не пустили даже к этому РТС так это вообще просто обратите внимание на графике может когда баровый график смотришь не видно на профиле это просто какой-то армагеддон на всех рынках такая вот на многих рынках смотрите что это такое не если так постоянно будет продолжаться так я наверно с СНП перейду на РТС потому что тут настолько объемный анализ не нужен и хочу обратить ваше внимание друзья вот здесь начал на этой неделе появляться уже крупный игрок и они вот заходят 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 мы сейчас еще проверим это на открытом интересе но вот такого я еще давно не видал вернее даже не помню когда я видал весь пол контракта и шло вот так то есть вот здесь похоже что искусственно поддерживается это котировка и каждый день на определенное количество тиков то есть ступенечка за ступенечкой ну до конца июня бы тогда да и как раз бы было бы хорошо так ну собственно хороший 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 будет признак если вот эти две сессии будут бодаться и не пустят ниже котировку это подтвердить спрос и подтвердить что еще может продолжаться восходящая динамика но после вот такого конечно уже можно верить всему ядро восемьдесят пятьсот восемьдесят семь вот пока здесь самый такой аккумулятивный диапазон вот ну там вроде еще с китаем подписали бумажки вот под эту тему наверное заходит там подписан вроде контракт на поставку газа на длительный срок поэтому Китай может заменить наверно многих поставщиков ну вернее потребителей так давайте посмотрим что же там происходит на открытом интересе заходят ли действительно участники на этот рост либо же это все искусственно выдерживается и вот она правда давайте я вам выделю чисто текущий контракт так будет немного точнее конца обзора будет фраза ртс это политика так вот в начале апреля на 1 апреля как начали заходить и до 7 числа вот это все было на притоке новых участников в эти две сессии уже не поверили а это в принципе так и было и вот на этом уровне не зависли пока в общем тактически и стратегически более среднесрочно и позиционно вот вот этот локейшн те кто там проталкивали котировочку повыше должны максимально четко удержать то есть 90 250 95 это саппорт сейчас номер один даже важнее чем этот если на следующей неделе не пустят ниже этого этого диапазона набирает объем и пятницу закроют повыше то пойдем еще дальше ну там посмотрим так рублик здесь похоже та же самая система автоматической автоматического контроля котировки в финансовом рынке и она не меняется в общем тоже ликвидность увеличивается и вот эти сессии тандем вот этих сессий этих достаточно важно поэтому мы их выделим сейчас еще посмотрим на открытом интересе начиная с пятидесяти семья так округлим и до пятидесяти четырех ровненько вот тактический диапазон то есть проверим насколько сильно верят в снижение пары и если те кто здесь запрыгивали сейчас посмотрим по открытому интересу остались то постараются не опустить выше пятьдесяти семей следующий блокпост и в принципе ядро текущего контракта шестьдесят по пятьдесят восемь пятьдесят восемь и по шестьдесят это основной массив и очень плохим признаком будет если валютная пара уйдет выше шестидесяти это подчеркивает очень агрессивную атаку и возможный тренд на север так давайте посмотрим открытый интерес что же там спот мы посмотрим не помним скажите всех всем надоедает вот такая вот возня с котировкой когда загружаешь график потом надо раз раздвинуть вот это все вот это все настроивание почему он сразу не может настроиться так да 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 вот начиная вот с их и до вот этой сессии периодически понятное дело снимали стопори а так открытый интерес набирал обороты и это все по длине яичку надо будет себе сохранить скриншоты распечатать на дорогом принтере в таком хорошем качественном разрешении и в рамочку как рынки раньше торговались так давайте заглянем на спот посмотрим что там у нас и пойдем на еврик это евро юсд неправильно нам нужно другой и 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 cs и и и и и и С 1 956 000 на 1 894 000 упал. Открытый интерес. Но это сразу же вылетело в дельту байеров. То есть, понимаете, да, о чем я? Это не зашли в рынок новые бабки, это вышли селеры. А селеры выходят покупками, поэтому такая вот жесткая дельта сегодня. А так, вот продавцы вот здесь и потрудились. И вот здесь немножко. Так, алирка. Это у нас рубль. И сейчас мы еще сходим. Сходим посмотрим. Так, алирка. Вот. Продолжаем. 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 То есть, если динамика на short продолжается, то вот я думаю, что они должны пустить выше 54-й и постараются удержать в рамках 52-й, 53-й, 54-й, но не выше. Могут протестировать вот эту сессию, тут тоже были селеры, но вся сила здесь. Если в понедельник агрессивно, просто не замечая даже в предыдущих уровне сопротивления, идем на север вырывать стопы так и за 6 6 58 ядро на рубрике так но здесь понятно так текущий контракт модель сберег сейчас времени немного осталось 20 минут попробуем успеть значит давайте быстром режиме контрольные основные уровни на открытии контракта его уже практически то есть если уходит ниже 106 дальше там уже смотрите позиционным локациям которые с прошлого контракта как единицы как как все и говорили что скорее всего так уровень сопротивления который долго не пускал котировку это вот один на один 92 здесь четыре сессии достаточно так объемненько встретили уровень поэтому я думаю не скоро они еще выпустят за этот уровень вот попрощались причем две сессии тестирования были практически слаболиквидными и запрыгивали запрыгивали поэтому вероятность снижение дальше вполне высокая тактически скрестить пальцы и ждать коррекционного момента раз два три четыре пять шесть сессий подряд идет шорт я думаю что в понедельник может даже под среду все таки закорректируется а возможно скорее всего в среду сделают такой вход конем всех выкидывают из шортов и потом все это будет на продаж поэтому всех ждем в среду так ну тут по дельте все понятно видите нацелились дальше на снижение снижение самая такая вот права этих селеров было на 8 45 потом здесь один застрял 0.75 так идем дальше фунт здесь вообще плита была причем вот такого тоже линейного характера третий сессия падает минимум уже прошли если завтра вернее не завтра на следующей неделе будет резкий скачок до там хотя бы до этой сессии то может быть сбрасывают стопори но тут клепильность наверно была такая достаточно активная хоть и разбросанным диапазоном давайте глянем что там на самом деле у них по активности так идем на мою площадь вот как я устал вот эту катеру постановка катеровки двигать почему они могут подгрузиться все в одном окне так 4 сессии все за селером одна вот эта вот несчастная восьмерочка сбрасывала стопори с селером и набрала вам целую типу покупок вот эти все массивы выделяете как самопротивление я думаю что если будут коррекции делать то наверно 48 это будет потолок куда они там создадут тестирование в этом на клацерчарт сбер просили ребятам объектом подберу с первого апреля никому не верю надо было затариваться так и здесь в принципе с первого апреля по текущий день на сберике давайте посмотрим как это отобразилось на фьючер так на фьючер особо не верит в эту всю чушь иначе какие-то ну в принципе сбер фьюча то есть фьюч сбера основная арбитражиков всяких проворачивать поэтому здесь может такая быть ситуация под открытым интересом я просто уверен в этом газпром для тех кто наверное тоже захотел после сберика заглянуть душу ему вот душа его пока зеленая но вот сегодня чего-то психанул на полмиллиона больше шартов с учетом сброса покупок перед паской на погулять вполне сносно но тут вы видите уже начали и сорок пятую шутить и сорок четвертую и вот здесь на минимуме дня почему-то на полмиллиона дельта создали ну в общем если сильно будут атаковать срок четвертая тонн пристегните ремни наверно будут разворачиваться посмотрим сейчас тюклинность и друзья мои ликвидность достаточно так неплохая на 6 ламб на 6 ламб классов чарт так нефть 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 просто какая-то халява перед каким-то жестким армагеддоном какие-то рынки все прям ровные я не знаю так ну я здесь взял не текущий контракт а в принципе с начала давайте возьмем тогда уже все ну он совпал с 18 число ядро уже перенесли это в принципе хороший признак на продолжение динамики то есть начало контракта здесь было потом контракт перенесли сюда и основной массив уже на самом ну ближе к максимуму пропала ликвидность это значит там кого то стало мало судя по тому как котировка не хочет падать на нас то есть и и посмотрим так 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 по нефтянке вот здесь плита просто вот видите две сессии подряд бомбили 50 и 80 неудивительно пощупайте может понедельник будет отстаивать сопротивляшки наверно будут тут потому что тут у нас активно работали 527 53 2 нефти любит быстро двигаться быстро менять направление поэтому неудивительно если они придут как раз к этому массиву где вы здесь плотненько проработали недельку самая объемная сессия в этом контракте пришли на вот этот период ну здесь был импульс а здесь уже удерживали поэтому на этой неделе у нас была максимальная она на максимуме контракта поэтому те кто там размещался должны не пустить далеко котировочку так как у них здесь размещение своих позиций основное среднее ну может быть даже здесь или здесь то есть они сейчас еще в терпимой ситуации но если я был бы крупным байером магнатом то надо было бы за 54 уже в понедельник в среду выталкивать вот ну в общем байеры в принципе третью сессию стараются удерживать не пускай не пускай то не пускай не пускай не пускай не пускай июнь вот июньский ну не знаю даже что об этом сказать ну тактически в принципе если нефть будет дорожать на золото точно повлияет разве что там сбросят какие-то стопори ну давайте добавим наверное прошлый контракт ну что этот свежий только и совсем совсем еще не определился так наверное все таки будет расти потому что вот здесь такой жуткий рост потом тут с гэпом открылись и вот здесь достаточно жестко защищали ну давайте посмотрим на надежность вот этой локации ну во первых с 11.90 по 11.84 вот эта плита с защитой и можно чуть чуть еще уровень захватить девяносто пятую значит сопротивление уже было два раза тут здесь 4 сессии тест здесь не пустили 12.20 сопротивление на бумаге ну вообще 19.5 ликвидность идет ровно плотно но не аномальная на сегодня все то в 21 числа на следующей неделе будут открыты две лекции по торговым стратегиям подписывайтесь на онлайн на фейсбуке и вы не пропустите их ни в коем случае значит в 21 числа будет курс торговой стратегии и встретимся в следующую пятницу на следующем обзоре посмотрим как все всего вам хорошего хороших выходных берегите себя заседание кстати весна пришла не забывайте весна уже вот вот